Какая девушка не мечтает похудеть к лету, стать страннее и еще привлекательнее? Конечно, каждая. Как добиться хорошей физической формы и самое главное найти мотивацию? Об этом мы сегодня поговорим с членом Алтайской краевой федерации бодибилдинга, фитнес-тренером Натальей Босинок. Наталья, здравствуйте. Вот расскажите, пожалуйста, как скинуть килограммы, которые мы наедаем зимой? Здравствуйте, Валентина. Это очень актуальный вопрос. Скинуть их можно посредством занятий спортом и налаживания своего режима питания, можно сказать, диетой. Начинать заниматься спортом можно в любом возрасте. Здесь, естественно, надо подобрать подходящий для вас спорт, потому что вариантов много. Но физическая активность, она никогда не может быть вредной вам, если нет особых, очень серьезных каких-то противопоказаний. Например, я начала свой спортивный путь, мне было 38 лет, и нисколько не жалею. Это, знаете, это вторая жизнь, это вторая молодость. То есть вы... Потом я пошла учиться на тренера, то есть это так очень все затянуло. Теперь можно сказать, что я молодой тренер, да, хотя мне уже там немножко перевалилось за какой-то определенный промежуток. Поэтому в любом возрасте можно пойти, начать, и результаты будут. Все зависит, конечно, от мотивации, от вас самих, но не встречала еще людей, кто пожалел, что он начал заниматься спортом. Конечно, лучше попасть в хорошие руки опытного тренера. Сейчас это очень популярная профессия, да, то есть много-много тоже нужно искать, смотреть, чтобы к вам, ну, именно индивидуальный подход проявили, если уж вы так волнуетесь. Другое дело, что, например, вот девушки и женщины встречаются очень часто, которые просто стесняются пойти в спортзал, да. Ну, здесь что можно? Можно просто, опять же, прийти и посмотреть, что ходят разные, ну, в спортзал не ходят суперфит-модели какие-то, да, ходят обычные люди, которых вы видите в жизни, да. И вы даже, может быть, удивитесь, что вы там встретите какого-то своего соседа или коллегу по работе в спортивном костюме. Может быть, расскажете какие-то секреты, вот, что нужно делать, чтобы вот можно оперативно похудеть? Ну, знаете, оперативно худеть, это может быть немного опасно для здоровья, да, то есть вы знаете, что есть такие диеты, которые основаны на отказе от еды, то есть или на отказе от определенных продуктов, содержащих либо белки, либо углеводы. Это не очень хороший, конечно, способ похудения для здоровья. А оперативно это как раз вот нужно сочетать высокую физическую активность, тренировки, грубо говоря, и хорошо выстроены, правильно выстроены режимы питания, которые вы, конечно, в идеале можно это все организовать или как-то себе выстроить план. Ну, конечно, с помощью специалистов было бы лучше, потому что питание это очень серьезный момент в нашем здоровье, это база, поэтому лучше, конечно, обратиться сначала к врачу, понять, что в каком состоянии на данный момент ваш организм находится, что ему можно, что нельзя. И дальше уже с диетологами, нутрициологами выстроить какую-то себе программу. Проще вариант это найти хорошего тренера, потому что тренеры с хорошим образованием сейчас у нас они и в нутрициологии, и в диетологии имеют познание, разбираются, и направить в начале вашего пути, конечно, они вас способны. А вот с чего нужно начать, получается, в свой путь к хорошим, прекрасным формам? Ну, начать нужно с твердого решения, то есть, если вы решаете похудеть, то нужно настроиться на то, что это не будет приятно или как-то легко, надо будет бороться со своими вредными привычками, да, но если у вас есть четкая цель и результат, я думаю, это не составит труда, тем более вот у нас хорошая мотивация лета скоро уже. Ну, осталось нам два с небольшим месяца, да, уже откроется пляжный сезон. Можно найти себе какой-то идеал среди спортсменов, звезд, да, кто хорошо выглядит, и наверняка же все равно у всех людей есть такие, так сказать, люди, на которых они равняются. Да, вот знаете, смотришь на ту же Дженнифер Лопес, ей 52 года, и просто восхищаешься. Например, да, поэтому можно, конечно, себя этим мотивировать, знакомыми, друзьями, просто пойти в спортзал и посмотреть, как выглядят люди, которые занимаются спортом. Да, это уже такая огромная стимула, мотивация. Или пойти на групповые занятия. Для девушек это очень хороший стимул, потому что они видят своих, ну, грубо говоря, конкурентов на будущих на пляже. И это хорошо мотивирует, и это вам поднимает настроение, кроме того, вы к этому быстро привыкаете, и вы на следующую тренировку уже идете с удовольствием. А сколько нужно тренировок в неделю, чтобы маломальски схуднуть? Ну, маломальски схуднуть, ну, хотя бы 2-3 тренировки такие активные можно себе организовать. Если позаниматься дома, это альтернатива тренажерному залу или нет? Не такая уж большая альтернатива тренажерному залу, да, но, может быть, это альтернатива каким-то групповым программам. Это хороший способ, чтобы себя замотивировать и немножко почувствовать себя увереннее. Ну, многие, потому что боятся, стесняются идти в спортзал, да, в первое время. Но если вы попробуете это делать дома, сейчас очень много онлайн-курсов, вы можете все это в интернете спокойно найти. Можно снять себя на камеру и посмотреть, как вы выглядите со стороны, чтобы убрать вот какие-то страхи и комплексы. Но, в принципе, да, есть очень хорошие, ну, как сказать, программы тренировочные с использованием инвентаря или без инвентаря, которые вам могут помочь прийти быстро в форму. Но, как сказать, прийти в тонус, да, то есть привести себя в тонус, как-то взбодриться и захотеть чего-то большего. А если мы говорим про домашние тренировки, вот если у человека нет возможности, да, ходить в тренажерный зал, потому что гуляет стереотип, что это все накладно, дорого. Вот если он выбирает бюджетный вариант и занимается дома, то какими тренажерами, может быть, каким-то инвентарем ему нужно запастись, чтобы вот начать заниматься, работать над собой? Очень хороший инвентарь – это фитнес-резинки, все про них знают, они бывают у нас разного натяжения, то есть могут создавать разный, так сказать, эффект веса, да, какого-то, гантели. Но сейчас очень много утяжелителей для рук, ног, можно вообще ничего не использовать, то есть есть тренировки, особенно которые направлены на похудение, на какой-то вот аэробный быстрый тип занятий физических. То есть вариантов дома заниматься тоже очень много, и они очень доступны, но, возможно, они, как бы сказать, скучноватые кому-то становятся, тогда вот, конечно, в спортзал. Но не так уж это и дорого, это, естественно, стереотип. Да, например, вот я тоже начинала, когда заниматься, я себе искала варианты, куда пойти, тоже не очень, чтобы тратиться на это. Есть масса программ лояльности, да, в спортзале, которые предлагают, особенно в начале лета, то есть вы можете посмотреть, просто найти то, что вам подходит. Есть какие-то, очень много дается пробных уроков открытых, которые вообще бесплатны, вы можете сходить, посетить бесплатно какую-то тренировку, понять, нужно вам или не нужно, потом уже решать. То есть если человек хочет, он найдет себе варианты, которые его устроят. Тренировки, тренировками, да, но, получается, мы не можем достичь того результата, к которому стремимся, без правильного питания. Вот давайте поговорим, как нужно питаться, чтобы поддерживать свой организм в тонусе. Ну, во-первых, питаться нужно правильно, да, то есть это насколько неизбитая фраза, но вот эта мода на ПП, она не случайно возникла, да, потому что это действительно база вашего здоровья, да, то есть если вы идете в спортзал, начинаете себе добавлять какую-то нагрузку, это дополнительная трата энергии, дополнительная нагрузка на организм, да, он должен все-таки себя поддерживать, он должен получать все питательные вещества, может быть, даже дополнительно, да. Чтобы не ошибиться, ну, в этом надо начать разбираться, тоже, опять же, вам в помощь, вот это вот наша глобальная сеть, где можно найти любую информацию, просто попробовать, почитать, что такое белки, жиры, углеводы, что такое калории, чтобы понять, что вы потребляете внутрь себя и как оно потом отражается на вашем теле, на состоянии вашего здоровья. Опять же, идеальный вариант это посоветоваться с врачом, диетологом, нутрициологом, чтобы вам составили какую-то диету, исходя из ваших исходных данных, да, вашего здоровья и так далее. Но действительно, да, тренировки принесут вам гораздо быстрее результат, если вы наладите свое питание. Для меня просто был шок то, что нужно отказаться от сахара и от сладкого. То есть это было очень мучительно, очень мучительный процесс, но потом, когда понимаешь, какой-то дает результат, это же не только сброс веса, да, это состояние кожи, волос, это энергия, это, то есть улучшаются все показатели, когда вы отказываетесь от чего-то вредного, да. Есть действительно продукты или вещества, которые абсолютно не нужны нашему организму, но которым мы его, грубо говоря, пичкаем и надо их убирать. То, что надо было убрать сахар, это было для меня, конечно, просто открытием. Потом я узнала, что нужно употреблять больше белка, то, что мы его совсем не доедаем, то, что требуется нашему организму. И так постепенно питание и перестраивалось, и сейчас, в принципе, уже ко всему привычно, и поэтому все хорошо. У вас, получается, вообще сейчас нет в рационе сахара? Да, но его не может быть вообще, потому что если какие-то продукты, он там может быть в скрытом виде, в каком-то, но вот специально или какие-то продукты, явно содержащие сахар, конечно, я давно уже убрала. Альтернатива – это правильное питание в магазинах специализированных, или есть еще какая-то альтернатива, даже фруктоза в фруктах, если это альтернатива? В принципе, альтернатива, да, но может быть не для тех людей, у которых есть какие-то заболевания, но, в принципе, сахарозаменители хорошего качества – это альтернатива хорошая. И здесь можно даже без какой-то ломки себя пройти этап отхода от сладкого. В принципе, может быть, его сладкое останется, но оно будет другого качества. А они не вредные, вот эти сахарозаменители? Они разные. То есть надо выбирать те, которые не вредные. То есть их не так много. Ну, стевия, допустим, самая известная. То есть, в принципе, это допустимые. Вариант. Но надо тоже уметь читать эти все упаковочи, где вам напишут, что продукт содержит стевию, но помимо стевии, там может быть и сахар. То есть надо все равно все-таки внимательно читать состав, потому что на этикетке может быть написано со стевию, и сразу берешь его, как будто бы там нет сахара, но сахар там есть плюс стевия. А вот вы сказали, что хороший способ еще следить за своим питанием – это установить приложение. Вот расскажите о нем поподробнее. Ну, приложений много разных. Они называются счетчики калорий или КЖБУ, то есть калории, жиры, белки, углеводы. Его просто можно скачать на свой мобильный телефон, и когда вы что-то кушаете, сразу же это вы вносите, и в конце дня вы получаете отчет о том, сколько чего вы съели. Но чтобы ориентироваться, к чему вы идете, вначале нужно, наверное, все-таки понять ваши цели. Сколько вы килограмм хотите убрать, что добавить. То есть, опять же, вначале нужно сесть, с собой поговорить, с врачом поговорить, что мы имеем и что мы хотим. То есть, ну, это нормальная, серьезная работа. Но вы же к себе серьезно относитесь, правильно? То есть, не хотим мы себе навредить никогда, не нужно. Поэтому, ну, это не занимает много времени. Это просто надо настроиться, просто надо найти, уделить себе полтора час, и все пойдет. До лета осталось пару месяцев, грубо говоря. И вот как можно похудеть, сбросить несколько килограммов, ну, чтобы, так скажем, без вреда для организма, но стабильно ты их сбросила, чтобы надеть любимые купальники, чтобы, в общем, любимое платье подошло. Вот что нужно делать? Нужно делать, нужно убрать из вашего рациона сладкое, сахар, булочки, мучное. То есть, начать считать калории, которые вы съедаете в течение дня, и заниматься спортом активно. Потому что за два месяца, конечно, это уже такой небольшой период, чтобы похудеть. Тоже зависит от того количества килограммов, которые нужно убрать, да. То есть, это всегда связка питания и физической активности. Ну, 3-4 килограмма реально вот это? Ой, да, это 3-4 килограмма, это не какая-то там большая цифра. В принципе, это даже может быть, что у вас большое содержание воды в организме, да. То есть, вот, да, и не забывать, что пить надо воду, и есть много овощей солёных, не солёных, а зелёных. Зелёных, это салат, огурцы. То есть, то, что вам поможет при перестройке вашего питания, да, не сбить работу желудочно-кишечного тракта. Как мотивировать себя? Вы уже сказали, что прийти в зал, посмотреть, да, как тренируется. А ещё, вот какие способы, чтобы заставить себя встать за дивана? Ну, способы заставить себя с дивана, это, конечно же, нужно одеть себя в пляжную одежду, то есть, встать перед зеркалом. Если вам это не понравится, конечно, я думаю, это будет хорошее. Сфотографироваться, да, то есть, в купальнике или как-то, посмотреть со стороны. Ну, девушек это мотивирует. Смешаться, очевидно. Ну, в общем-то, вес это такой относительный показатель, да, вы можете, основной показатель это визуально ваш вид, как вы выглядите, потому что... Получается, мы пытаемся как бы закрыть на это глаза, да, как бы абстрагироваться, а если мы посмотрим сами на себя, то уже... Это надо смотреть со стороны, сфотографируйтесь, запишите себя на видео. Это очень-очень, как сказать так, быстро открывает глаза на реальность. И если вам не нравится свой вид, ну, пожалуйста, все двери в спортивных залах открыты для вас. Спасибо вам большое, Наталья. Спасибо вам, что пригласили. А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была фитнес-тренер, член Алтайской краевой федерации бодибилдинга Наталья Босинок. Спасибо.